Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев. И прямо сейчас в выпуске новостей. Проезд в общественном транспорте может подорожать. Детей эвакуировали из поликлиники. Парк имени Кирова могут не успеть доделать, а стеллу трудовой славы переделают. Это субъективный взгляд на события этого дня. По моей версии, как всегда, коротко и занятно. Поехали! 38 рублей за проезд. Тариф на общественном транспорте может резко вырасти. Перевозчики Кирова требуют повышения тарифов. Предприятия направили 4 обращения в общественную палату с просьбой пересчитать стоимость проезда на автобусах и троллейбусах. Сегодня и решали, сколько кировчанам придется платить за проезд. За круглым столом собрались перевозчики, депутаты и чиновники на повестке стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Автопредприятия единогласно требуют повышения тарифов на все маршруты, в том числе междугородние. Основной аргумент – сложная кадровая ситуация. Профессия водителя городского пассажирского транспорта и кондуктора, она сейчас в нашем городе является недооценной, принципиально недооценной. Потому что работа очень напряженная и низкооплачиваемая. Я считаю, что она низкооплачиваемая. Это основной триггер для того, чтобы выйти вот с этим вопросом. Безусловно, недостаток персонала и, безусловно, надежность перевозок от этого, безусловно, сражает. Перевозчики говорят, что подорожали запчасти, топливо, страховка. Водители и кондукторы недовольны зарплатой. Кадров катастрофически не хватает. Если заболел водитель, мы здесь в данном случае один водитель на двух автобусах не поедем. Поэтому нехватка водительского состава, она идет за собой то, что мы будем вынуждены ставить под вопрос о срыве каких-то маршрутов, каких-то выполнения графиков. Депутаты возразили, что многие автобусы сейчас срывают рейсы, уходят с линии раньше, пропускают выезды и задерживаются. ВДП говорят, что повышение тарифов в первую очередь повлияет на работу персонала. Отразится на зарплате, повышение тарифа прежде всего, да, то есть прежде всего на зарплате водителей. Компании посчитали, себестоимость одного проезда в автобусе составляет 40 рублей, в троллейбусе 43 рубля. Организации терпят убытки, поэтому настаивают на резком скачке цены. Например, автотранспортное предприятие предлагает поднять стоимость до 38 рублей. Напомним, что сейчас проездной билет в автобусах и троллейбусах города стоит 30 рублей. Водители автобусов своих руководителей поддерживают, но не верят, что взлетевшие тарифы смогут повлиять на оплату их труда. С чего я повысил? Наверное, правильно, солярка подорожала. Так что уже, ну, все подорожало, если что, не только хлеб должен дорожать. А наше оплате, как оно отразится? Я думаю, это не зависит от этого. Ну, только его дорожают, само собой. А вот мнение кировчан на этот счет разделилось. Одни считают, что повышать стоимость проезда нельзя, другие даже относятся с пониманием. Не хотелось бы, конечно, но отлично ходят чистые, вежливые кондуктора. Почему-то к пенсионерам и так пенсия маленькая, да еще бы, а наш единственный транспорт остался. Ну, я против, потому что зарплаты очень маленькие. Ну, в общем-то, я с пониманием отношусь, хотя для пенсионеров это будет очень накладно, но ведь нужно и с пониманием городским нужно относиться. Очень плохо отношусь к этому. С нашими финансами, с зарплатами 38 рублей. Приходится очень часто ездить. Последнее повышение тарифа было два года назад, в марте 2022 года. Тогда цена проезда с 26 рублей поднялась до 30. Повысить с этой стоимости до 40 рублей за поездку явно перебор. Оптимальная стоимость – 10 рублей. Мне кажется, сейчас это дорого, особенно, когда вот с семьей куда-то на занятия ездите, а 38 – это уже тоже существенно ударит по бюджету семьи. Ну, я не знаю, но пока хотя бы 30 рублей. Ну, сейчас 30, хотя бы 35. Перевозчики пока обратились с предложением только в общественную палату. Заявки в службу по тарифам не поступали. Как только бумаги туда дойдут, специалисты будут заниматься расчетами изучать мотивацию автоперевозчиков, то есть обоснованность повышения тарифа. У кировчан есть подозрение, что раз дело уже дошло до обсуждения в общественной палате, повышение тарифа на проезд не избежать. Вопрос только на сколько. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Кород». В Кирове ищут подростков, которые подкуривали от вечного огня в парке «Победы». Фотография появилась в социальных сетях. Очевидцы написали, что молодые люди поджигали сигареты и неуважительно отнеслись к прохожим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Сейчас устанавливают личности участников инцидента. Сегодня утром из детской поликлиники эвакуировали детей. В 8 утра поступило сообщение о задымлении в детской поликлинике на Карла Маркса. На место приехали 4 пожарных расчета. Медперсонал эвакуировал 60 человек, среди них 30 детей. Оказалось, что из-за короткого замыкания оплавился светильник в коридоре. Пострадавших нет. Через час поликлиника работала в обычном режиме. Во дворе дома 14А на Октябрьском проспекте теперь есть бассейн. Большие и глубокие лужи заменили дорогой тротуары. Теперь добираться до подъезда можно только в резиновых сапогах. Лужа заблокировала подход к пешеходной дорожке. Глубокое болото есть и на улице Пархоменко. Проехать через него рискуют только внедорожники. Просят освободить район от воды и жители Ленгасова. Большие лужи не дают людям пройти к остановке. А из автобуса кировчане сразу прыгают напрямую в воду. Жители города просят администрацию обратить внимание на весеннее состояние дорог, дворов и тротуаров. Кировские дороги проверяют на прочность. Речь об участках, которые были отремонтированы за последние пять лет. На них еще действует гарантия. Сейчас специалисты дирекции благоустройства и подрядчики обходят все дороги. Проверяют, есть ли ямы и трещины. Именно таких серьезных дефектов нет. Есть какие-то незначительные провалы, разрушения проезжей части. Также сломанные бордюры. Но это опять же результат зимнего содержания. Где-то трактором, где-то с чем-то. То есть перелом бордюров. Это все устранимо. Я думаю, в самый кратчайший срок. Капитальных работ не требуется. Все замечания подрядчики будут устранять за свой счет. В первую очередь их попросили исправить дефекты в центре города. Осенью по дорогам пройдутся еще раз, чтобы посмотреть, устранены ли дефекты. Чтобы все успеть, в парке Минекирова выведут дополнительные бригады. Сегодня комиссия проверила, как подрядчик исправляет дефект. И, видимо, рабочих рук не хватает. В ближайшие дни ГДМС выведут 15 специалистов и 3 единицы спецтехники. Подрядчик красит деревянный настил пирса. Занимается снижением части смотровой площадки до уровня воды в пруду. На пешеходных частях перекладывают брусчатку. Старую входную группу со стороны улицы Горького разобрали. К дню города установят новые архитектурные элементы. Такие же работы проведут и на входе со стороны Октябрьского проспекта. Подрядчик вернулся в сквер трудовой славы. Организации предстоит отремонтировать новую стелу. Напомним, ее торжественно открыли 22 декабря прошлого года. Но кировчане увидели множество дефектов. На мемориале были потертости, ржавчина и сколы. Сейчас рабочие будут очищать обелиск от налета, полировать и красить элементы. Территорию возле стелы благоустроят, выровняют участок и обустроят там газон. Для города эти работы будут бесплатными. Гарантийные обязательства подрядчик будет нести 5 лет. А мы продолжаем рассказ о главных людях области, героях бессмертного полка. Информацию о своих героях присылают наши телезрители. Рассказывать о подвигах кировчан мы будем до 10 мая. Каратаев Василий Петрович родился 19 декабря 1916 года в деревне Макаровце Фаленского района. Ушел в армию в 1939 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. В мае 1945 года после победы над Германией был направлен на Дальний Восток, где начались военные действия с Японией. Домой вернулся в 1948 году. Василий Петрович награжден многочисленными орденами и медалями. Городобоев Семен Павлович родился в сентябре 1925 года в деревне Мерзляки Юрьянского района. К началу войны ему исполнилось 16 лет. В ряды советской армии был призван в ноябре 1942 года. Воевал в 162-й стрелковой дивизии 627-го стрелкового полка. Служил в должности телефониста. В 1943 году его дивизия приняла участие в жесточайших боях на Курской дуге. После окончания войны Семен Павлович отправлен на Дальний Восток. В составе уссурийского полка в должности старшего телефониста принял участие в войне с Японией. За участие в военных действиях награжден медалью за победу над Японией, медалью за освобождение Кореи. Тарасов Леонид Алексеевич родился 29 мая 1925 года. Сбежал на фронт в 16 лет, подделав свидетельство о рождении. Служил в зенитной артиллерии наводчиком, но его разоблачили и отправили учиться в школу фабрично-заводского обучения. После чего официально призвали на фронт в 1944 году. Служил авиамехаником в авиационном полку, был ранен и контужен. Войну закончил, вызывание младшего сержанта, имел правительственные награды. После войны работал монтажником и монтажником-высотником в РСУ. Цепелев Михаил Александрович родился 28 мая 1917 года в Медянском районе деревня Чертаковщина. Краснофлотец, наводчик 45-мм пушки взвода противотанкового орудия 1-го батальона 12-й краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Награжден орденом Красной звезды за взятие Пицама в 1944 году. И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город, и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова